Привет, с вами Эмбра, давайте-ка вместе с вами мы сейчас узнаем, что будет, если за Украину не отдавать России Крым. Стартанём мы с 7 февраля 2010 года, а Россия уже сейчас пытается его у нас забрать. Да, здесь события немного у нас поторопились, раньше происходят на 4 года, чем в реальной истории, но суть от этого никак не меняется. Это сохраночка из прохождения за Украину. Если вы его не смотрели, то ничего страшного, здесь у нас альтернативная история будет, но всё же рекомендую посмотреть, чтобы проникнуться атмосферой. В любом случае, это будет интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ну а мы с вами начинаем. Здесь сценарий, он начинается в 2000 году ровно, и все эти 10 лет я не трогал нашу армию, я лишь её просто подвёл к границам ОДКБ, всё. То есть у нас сейчас армия равносильно армии в 2000 году, за 10 лет она просто простагнировала и всё. Ну, разве что я там технику изучал, всякие винтовки, бонусы некоторые брал, но при этом сам состав армии никак не менялся, а Россия всё это время развивалась. Выдвинет она нам ультиматум на счёт Крыма примерно в 20-х числах февраля, а нам осталось-то дней 13, по сути, чтобы построить оборону. Склепать, ну мы их склепать, конечно же, не успеем, нам придётся сражаться тем, что у нас есть. А как бы, ну, количество, сколько? 37 дивизий. У России сейчас их 50-60, ну, конечно, качество, само собой. А у Беларуси 4-15. Ну вот с Беларусью и Россией будем воевать. Вот в чём проблема тут Беларусь, понимаете? Я-то думал, сейчас загружу сохраночку и начерчу по Днепру здесь. Линию обороны, Днепр такой толстенный, там встать, укрепов поединечки понастроил, и так, пофиг, пусть их там ломают. Ты река, реку ты не сломаешь, это как природная преграда, офигенно работает она. Ну нет. Здесь же ещё это Беларусь. Кстати, Приднестровье не в ОДКБ, хоть нет. А то мало ли, что вдруг там за 10 лет что-то произошло с этим Приднестровьем, и отсюда бы он пошёл бы нас захватывать. Придётся ещё и здесь вот так вот встать. То есть план встать за реку, ну, в любом случае нам придётся вот так вот как-то чертить линию обороны. Ну, давайте прямо сейчас это и будем делать. С Крыма, конечно, мы вводим АСК и отсюда. Мы хоть его России и не отдаём, но отступить стратегически очень нужно. Без этого никак. Он в любом случае, даже если мы отказываемся, переходит на сторону России, но как бы будет война и возможность его отбить обратно. Но сначала лучше, конечно, постоять в обороне. Давайте-ка подведём войска вот сюда вот, и желательно забрать Черкассу, Кировоград и, ну, как-то вот так вот встать. Надеюсь, мы не капитулируем. Надеюсь, этого хватит, чтобы просто удерживать страну. Так, по нашим войскам, ну, у нас основа вот механизированной дивизии, ну, какой же это ужас. Давайте-ка сейчас что мы сделаем. У нас там БМПшки и танки есть, лучше вот эти вот дивки их сейчас улучшить. Инженерный рот отсюда я уберу, потому что она в поддержке не даёт укреплённость, а она ради укреплённости и ставится. Давайте-ка я лучше поставлю вот. Больше 20 укреплённостей ставить смысла нету, хотя можно там 30-40. Дело в том, что мы не успеем эту укреплённость накопить. В дивизии стоит она копит укреплённость, если не шевелится, но война уже сейчас будет. Если бы мы там раньше бы стартанули, то успели бы накопить, это было бы нормально, но сейчас. Сейчас смысла много ставить и нету. Давайте, может быть, двадцатку поставлю. БМПшка ещё одно. И танк. Но как бы это всё равно плохо. По авиации сейчас посмотрим, что у нас там по старью есть. Ну, сейчас я её размещу. Не, ну, кстати, хоть в количестве более-менее находится у нас авиация. Авиабаза у нас будет сейчас защищена здесь. 600 самолётов можно вместить. Вот так вот получилось. Некоторые самолёты там ещё поставались в резерве, потому что наибольший ещё поставить не могу. Вон там 200 лёгких истребителей, допустим. Так что будут их сбивать, а их будут сбивать. Они хоть будут восполняться после этого. И поддержка ещё с воздуха. Так, мне желательно от ударных истребителей получить только их ударную эффективность. Какой-то там перехват не нужен у нас у других самолётов для этого. Так, а вот насчёт лёгких и ударных. Ты тоже давай, чтобы ударил. А штурмовик тоже давай. Ну и всего лишь 200 самолётов, чтобы они ловили другие самолёты противника. Ну, что поделать. Здесь нам важно получить именно штурмовую мощь. Здесь поделё я по соточке. Ну, как-то вот так пускай. Уже неплохо. Сейчас, смотрите. Делать прям механизированные дивизии мы на самом деле можем. Но они, во-первых, будут делаться долго. Лучше сделать пехотные. И много их мы всё равно не сделаем. А нам ещё нужно запасно повоевать техники. Поэтому сейчас я хочу сделать пехотные дивизии. Давайте-ка сюда добавим инженерные батальоны. Они дают по 5, поэтому сейчас добавим ещё 2, наверное. Давайте ещё разведчиков. Тоже 2 вставим. Лёгкая пехота. Батальон. Батальон. Зенитки отсюда я убирать не буду, потому что без воздушной атаки нам никуда. Можно... Знаете, что сделать? У нас на самом деле много танков. Мы можем позволить себе впихнуть их ещё в пехоту. Да, она станет намного тяжелее, но зато броня хоть появится. 11. Может, там какие-нибудь пехотные войска не смогут пробить нас. Хотелось бы даже вот убрать танк, то у этой вот малышки. 14 бронебойных. У России уж тем более, поэтому, скорее всего, пробивать будут. Но пускай. Пускай стоит. А с чего уберём? Так, ну и 32 у нас получается ширина. Наверное... Не, нужно больше пехоты. У нас там винтовки есть, поэтому можем себе позволить сейчас побольше впихнуть. Вообще, и военная полиция есть. Кстати, а она ведь особо-то и не хуже лёгкой пехоты. Характеристики, да, ниже. Но зато значительно дешевле она в плане стрелкового вооружения. Да и... А нет, людские ресурсы такие же. Но винтовок можно экономить. Давайте я не полностью переделаю всё военную полицию, а поставлю просто несколько ещё вот сюда вот. Оп-оп. 38. Ну, пускай 38 будет вот так вот. Вот. Немного удешевим дивизию нашу вот эту вот. И сколько можем сделать? 11. Ну, раз 11, то, наверное, её стоит утяжелить. Смотрите, как я сейчас сделал. Добавил сюда вот артиллерию. Она у нас там на складе лежит в небольшом количестве, ну пускай будет. И ещё побольше военной полиции. Во. 11 висит всё равно. Так, только сейчас чё у нас? Ну, винтовок уже не хватает. В минус-то пошли. А, всё остальное. Ну, здесь большая именно нехватка. Ну, только в винтовках. А, внедорожники ещё, ё-моё. А, то по сути... А, подожди, винтовки. Их... Да, вот минус 8 тысяч. Минус 8 с половиной. Ну, чё поделать. Я БМП и танки сейчас уберу. Давайте делать винтовки. Да и, кстати, оборудование тоже не надо. Вот. Пока что только винтовки. Сейчас я хочу взять аренду промышленных комплексов. Аренду военных заводов, ну, уже не возьмём. И построить укрепление. Важно. Так, подожди-ка. Только мы здесь можем, кстати, линию обороны улучшить, наверное. Вот как-то вот так поставить. Потому что на эту провинцию с очень большого количества сторон можно атаковать. С этой, с этой, с этой, с этой, с этой. Её пробьют легко. Главное, сейчас только Киев. Вот так вот так... Киев сцепануть надо. Она не встанет сюда, если я так сделаю? Не встанет ведь? Уходит. Да, уходит. Чёрт. Ну, встань в Киев. А ладно, я сейчас просто вот так вот продлю. Господи, парился. Всё. Занимайте позиции и укрепление. Здесь, здесь, здесь и здесь. В первую очередь. Потому что атаковать сначала будут они с Беларуси. Отсюда пока дойдут. Там ещё успеем построить. Так, давай строим сейчас в Киеве. Дальше. Поднять нужные военные расходы. Опа. И поставить сейчас подготовку армии. Чтобы быстрее делать эти дивизии. Распаковать можно только, когда будет 20. Угу. Можно, конечно, смотреть. Здесь поставить волонтёрскую службу. Оно даст организацию плюс 10%. И скорость восстановления дивизии ещё плюс 10%. Людских у нас ресурсов хватает, поэтому можно перейти сюда. Но частичный призыв, он даёт время подготовки минус 10%. Так что мы дивки эти быстрее сделаем. А там идёт уже счёт на считанные дни, понимаете. Поменять сюда вот можно на потом. Здесь дебафы на атаку и на защиту. Но они дают бонус на атаку и на защиту. На такие же проценты на наших территориях. То есть тут в ноль выходим, потому что мы не сражаемся на территории противника. Когда призыв есть, ты сражаешься хуже на территории противника. Но на своей территории ты сражаешься так же. А волонтёрская служба ничего не меняет. Сражаешься так же на территории противника, как и у себя. Так, ну мы их успеем. 2-3. А уже ещё будет 20 февраля. Не успеем. Хотя. Нет, я просто, понимаете, рассчитываю на то, что я их хочу не только поставить, но ещё и разместить так, чтобы они укрепились. По укрепам здесь, видите, 14% не успеет до конца укрепиться. Так, здесь почти построили. Давайте сюда вот ещё поставим. Крупные города на юге нельзя отдавать нам вообще. Хоть это, конечно, и один регион. Вот. И чтобы мы его потеряли, ну, промышленность вот эту, нужно отдать именно Киев. Но эти города вар скоро много дадут противника, и мы улетим. Да, 1 мая скоро он выходит в Одессу. Но это уже ладно. Если что, сейчас с охраночки делаю, сразу вам говорю. Потому что если нас пробьют, чтобы у меня была возможность откатиться, исправить ошибку. Потому что мне кажется, что сейчас, с вероятностью в 90%, ну, не, в 92%. Сейчас я не очень уверен в своих силах. Нас пробьют, и это геймоперы. Чтобы с самого начала, прям вообще с самого начала не начинать. Я схраночку сейчас сделаю, вот, чтобы откатиться. Поэтому имейте в виду. Так, кстати, мы сейчас уже можем открыть вкладку, где мы можем купить, вот, винтовки. О, Россия обязательно. Сэнтс не нужен, этот тоже не нужно. А, арту купить. Давайте к артиллерии. А, я её сразу скрыл. Появись. Показать арту. Вот, покупаем. Давай, давай, давай. У нас там пара тем, ситуация. 500 есть. А вот и вторжение в Крым началось. Марта здесь есть, там немного её нужно, но, как бы, я ещё девки планирую делать. Да и про запас тоже. 8.9%. Так, смотрите, ивент будет висеть 13 дней. Они нам дали такой срок на рассмотрение ультиматума. Но только наполовину готовы эти дивизии. Россия очень быстро до нас дойдёт. У них девки быстрые. Да. И главное, за 10 лет, так даже и доктрину нашу не трогал. Вообще, совсем не трогал. И, как бы, куда здесь выходить сейчас? Ну, армию, конечно, нужно прокачивать. Тут, конечно, превышение прямо конкретное идёт. Ну, давайте СНС, он там в армии применяется везде, поэтому... 241 день, смысл? Тут, если мы уже столько продержимся, то это победа. Так, и у нас сейчас стоит здесь социалка и здравоохранение на максимуме, так что тут ещё бонус получаем. Ладно, может быть, ещё тут закупить технику? Чё у нас там не хватает по технике? А вот внедорожники, кстати, да, точняк. Только, а где я могу внедорожники купить? ОБТ, ВТ, РБМП — это не то. Танки, ремонтная техника. Ну, давайте ремонтную закупим. Это вроде то. Вроде оно. Газ? Да, это вроде внедорожники обычные. Так, и тут же можно, смотрите, что ещё сделать. Украсть российские государственные секреты. Чёрт, а я про это забыл. Это нужно было в самом начале брать. Хотя там 30 дней, мы всё равно бы не успели. Но здесь можно получить на 90 дней бонус к атаке и защите против России. Это, на самом деле, бы очень сильно бы нам помогло. На 30 дней. Ну, может быть, успеем простоять. Хотя нет, там они за две недели... Чё, две недели? За неделю уже тут подойдут полностью к нам. Не то. Это максимум, если они особо торопиться не будут. Так, ладно. Здесь больше, по сути, ничего взять мы не можем. Угу. Поэтому я ещё рассчитываю на Европейский Союз. Вы не забывайте, что 10-й год, а мы уже умудрились в Европейский Союз вступить. Да, мы здесь в нём находимся. Но это, конечно, не военный альянс. Совершенно. Поэтому рассчитываю я только на экономическую помощь. Так, а НАТО? Мы не в НАТО, да. Там пока вступить не можем. Можно, кстати, оборонная политика ЕС, подготовка военных учений. Мы их там даже не проводили. Ладно, погнали. Кстати, сейчас я профукал командный ресурс. Чёрт, а он мне нужен был, чтобы прожимать последний рубеж. Ну, разок хотя бы можно будет прожать. Так, ладно, всё, там уже срок. Ух ты, я паузу отжимаю. Один день остался. Мы будем стоять и сражаться. Так, чё там по дивкам? А, 17,3. Всё, Россия на нас напала. И сразу начинает атаковать. Проценты, ну-ка, давай. 18. Как быстро же они доходят? 19. Двой. Всё, можно ставить. Опа. Сначала я поставлю её в отдельную армию, смотрите. И займу север. Потому что сейчас они подойдут именно туда. Так, горный стрелок нам не нужен. Давайте лучше вот этого. Ну, у нас все примерно под одни навыки. И тебя можно как-то... Вот, опытный партизан. Скорость создания и укреплений плюс 25%. А вот эти генералы такой бонус не имеют. Поэтому расчёт уйдёт на вот эти вот войска. Поставлю только сейчас я их вот так, пожалуй. Да, давайте быстро подходите. Часть сейчас возьму. Ну, вон, три дивизии поставлю вот сюда. Сюда, наверное, тоже приз поставить. Ну, ладно. Пускай хотя бы вот так вот стоят на нас смотрят. О, атакует. Так, держимся по укреплениям. Там, чё у нас? Не успели достроить мы где? А, успели. Чё-то это фабрика. Ну, тогда тут мы уже не сможем строить, потому что буду сейчас атаковать. Строительство становится. Лучше давайте будем строить вот здесь вот. Уже сейчас, конечно, дольше будет, потому что второй уровень укреплений. А здесь всего их пять. Ну, ещё. Так. Сюда уже дошли. Всё, будут атаковать тоже. Ну, как раз. О, по укреплениям. Тут достроили. Тут тоже. Давайте-ка сейчас будем здесь вот. Вау, пробивают. Красные. Давайте-ка быстро сюда вот идём. Вот эти тоже. Тогда пускай. И вот вы. Ух ты, нифига хорошо, как пробивают. Офигеть. Так. Последний рубеж. Тут, конечно, фиговенько. Отсюда не отпускают пока что. Давайте здесь возьмём. Нельзя, чтобы здесь пробили. Киев мы держим. Тут-то... Чё это было сейчас? А, походу, этих территорий недостаточно. Чёрт. Вот мы и капитулировали. А, этих территорий, походу, не хватило, чтобы мы могли стоять в их границах. Там 100% капитуляция налетела. И чё здесь в итоге получилось у нас? Украинская Советская Социалистическая Республика. Эм, Янукович. Это нам Путин такое название дал? А мы, в принципе, и не были против, потому что нас никто и не спросил. У нас выбора не было. Нас захватили и переименовали. Ну, ностальгирующий человек, конечно. А здесь Новороссий. О, здравствуйте. Автократы. Мы даже влияем на Новороссий на 5%. Класс. И получается сейчас вот такая ситуация. Ладно, давайте откатимся и посмотрим, что там можно было предпринять. Нет, смотрите, сейчас у нас здесь 89% близость капитуляции. То есть даже если мы возьмём Подольск, будем его удерживать, тогда даже Венеции будем удерживать. Россию стоит взять Карпата и всё. Ему у нас сразу становится 100%. Можете даже сейчас посмотреть. Так, они прошли сейчас вот сюда вот. И чё у нас там попроц... А, то есть даже Ивана Фронковского брать не надо. То есть мы не можем нормально сузиться. Стать там в три провинции, как Польша нафиг. И обороняться. Мы должны быть большой жменькой. Либо сейчас искать способ как-то увеличить лимит капитуляции. Я опять откатился. Просто понимаете, в таких вот границах, которые здесь я начертил, вообще идеально находиться. Потому что у нас войск как раз вот столько, сколько нужно, чтобы оборонять эту площадь. Но, блин. Смотрите. По поводу лимита капитуляции. Может быть здесь как-то можно? По военным расходам? Тут про лимит капитуляции ничего не сказано. Может быть здесь? Нет. Тут. Война Академия. Лимита капитуляции нет. Тут тоже нет. А насчёт вот этого? Время подготовки его минус 20%. Можно, конечно, было бы уже сейчас взять организацию дивизии скорость восстановления. Кстати. Да, блин. Когда уже войска мы красные сделали, вот эти вот новенькие, нужно переключаться на волонтёрскую службу. Дивизии станут намного жёстче. Прям капец как жёстче. Но, как бы, сейчас нам вообще пофиг. Потому что проигрываем мы не из-за того, что дивизия у нас слабая. Из-за того, что просто у нас захватывают другую территорию страны. И этого хватает, чтобы мы улетели. Походу здесь, блин, лимита не поднять. Значит, я откатываюсь ещё дальше. И мы чертим побольше периметр. Посмотрим, что из этого получится. Теперь я вообще не уверен. Я откатился на 7 февраля, там, на начало. Сейчас за кадром сделаю всё, что нужно. Лучше здесь сначала начинать. Потому что там уже, если начнём с середины, то не успеем по времени всё это изменять. Я сейчас вот так вот начертил. Прямо по реке идеально стоим. Тут плотно. Тут, тут. Но только подумал. Блин, да, этого хватит, чтобы мы не капитулировали. Но мы просто будем здесь стоять. Хотя Россия с этой стороны же наступать не будет. Мы можем сделать, блин, вот так вот, смотрите. Убрать вот это. Но тут уже протянуть. Так, только так протянуть, чтобы... А, во, можно так вот сделать. Тогда в Киеве будет стоять. И встать вот так. Реально. Главное, чтобы Россия выстку не сделала. А так, зато у нас ещё будет и Одесса в запасе. А это одни фабрики, правда, военных заводов нет. Но, как бы, фабрики тоже надо. А в Измаиле пусто. Но, зато у нас будет реально больше страна. И тут мы уже точно не капитулируем. Всё, быстро, сейчас бежим сюда вот. Я проектирую заново новые дивизии. Опять заново всё это делать. Опять всё это прожимаю. Кстати, давайте сразу тут это прожмём. Где оно? Украсть военные... Так, учения. Ну, нафига надо потратить командный ресурс зря. А вот государственные секреты украсть российские за 30 дней. Это может иметь смысл. Хотите учения? Ладно, давайте прожмём тоже. 90 дней. Но это только подготовка будет. Ну, пускай, ладно. Командный ресурс сейчас, может, накопим, пока она на нас нападёт. Но всё же сейчас я хоть делаю такой же шаблон, но я обычно лёгкую пехоту и заменю здесь на военную полицию. Да, у нас будет защита ощущаться прям значительно так, потому что здесь плюс 13 защита, там плюс 16. Вроде небольшая разница, но если у тебя все войска состоят из военной полиции, а противника из обычных, то там разница в защите будет ощущаться конкретно. Так, и артуча поставим. Всё. Вот так пускай будет. Но зато мы сэкономим очень много винтовок. Мы там больше добавок испытываем не из-за того, что защиты низко, а из-за того, что винтовок тогда у нас не было. Вот, сейчас их должно у нас хватать. Так, а эти, вот они переделаны. Всё, заново сейчас закуплю. Вот, артиллерия, винтовки, внедорожники. Пока на деньги не смотрим. Мы в прохождении за Украину в том, занимались, сколько вам экономикой. Пора уже забить на неё, походу, в военное время. О таком стоит даже не задумываться. Так, техника. Авиация стоит, такая же здесь. А вот по укреплениям строить я их буду вот тут на севере. Потому что здесь у нас есть реки, которые толстые. Вот есть тоненькие реки, они дают небольшую защиту. А вот Днепр толстенная река, она даст офигенную защиту. Поэтому здесь даже желательно до двух поднять. Ну, пока что, хотя бы давайте единичку построим. Вот, потом двушку поставлю. По поводу фабрики, ну, в Крыму нам уже не надо строить. А вот в Одессе, кстати, фабрику скоро мы достроим. То есть, во время войны тоже пускай укрепления у нас строятся. Да, может и военные заводы. А, у нас всё забито. Чтобы поднять ВВП, нужно в Закарпатье в Крыму построить военный завод. Не знаю, когда эти территории захватят, мы сможем без строительства здесь повысить ВВП? Или мы должны вернуть эти территории, застроить их, и тогда ВВП повысится? А то как бы нечестно будет. У нас всё застроено, а мы сидим, не можем больше ничего строить, потому что ВВП низкий. Да. Так, фокус. Подготовка армии. Всё, погнали. Так, вот уже ультиматум. Сейчас я понизил наши налоги с 30% до 25%, чтобы получить ещё две фабрики. У нас уже здесь 13. Я там арендовал опять фабрики. Хотя, на самом деле, возможно, стоило военный завод арендовать. Но там две штучки всего лишь. А вот за счёт трёх фабрик мы можем ускориться неплохо в строительстве укреплений. Сейчас мы тут тоже двушка есть в Киеве. И здесь достроим. Сюда в первую очередь Россия придёт. Потом, может быть, здесь тоже укрепим. Хотя бы Днепропетровск. Вот так вот крупный город нужно тоже защищать. Если пробьют реку, то потом проблем будет. То есть нам желательно, чтобы нас вообще не пробивали. Вообще никак. Ладно, сейчас сижу и жду. Остаётся один день. Да, давайте всё. Нападайте скорее. 2% осталось. Так, 18,9. 19,6. И есть всё. Так. Там уже, кстати, вон за Киев дерутся. Давайте поставим. Ну, размещу я вот так здесь. Пока за реку ставить не будем. Там всё нормально. По обороне должно быть. Ну, я не до конца их сюда провёл. Потому что здесь в России не скоро ещё будет. А вот сюда главное сейчас встать. Как можно быстрее. Возможно, две девки стоит украсть. Давайте это сделаем. Поставлю её на центр. Потому что сейчас будут где-то ещё атаковать по реке. Чтобы я их сразу подвёл. Потому что если двигать по границе, то их там будут ловить. И удерживать атакой своей. Отсюда можно спокойно войска туда-сюда водить. Нам никто мешать не будет. Кстати, флот у нас спасён. Пускай здесь стоит. Оп. Вот сюда вот атакуют. Быстро бежим. Так. Только там пробить могут. Давайте-ка сейчас. Последний рубеж. Там могут, блин, пробить. А, давайте-ка сейчас возьмём быстрее. Вот. Волонтёрскую службу. Девки-то мы уже распаковали. Здесь и организация восстановления. Давайте скорее. Ну, пока здесь стоим. Держимся. Оп. Всё пошло нормально. Отменяют атаку. Пока стоим. Держимся. Этих отсюда я опять отвожу. Киев. Ну, Киев тут и река, и укрепления, которые, я так понимаю, уже, наверное, поломались. Ну-ка. Да, они все поломаны. Ну, то есть, как бы, да. Такая фигня есть. По авиации у противников, ну, конечно, колоссальное количество авиаций по сравнению с нашими самолётами. А, блин. Чёрт, смотрите, авиабаза, она же на границе находится. Когда здесь битвы происходит, она ломается. Я думаю, чё такое, чё мы самолёты не чувствуем? А, ну, вон что. Это нам нужно сейчас строить авиабазу. Давайте в Одессе. А, стоять. Одесса. Ну, я не знаю, где эта авиабаза появится, понимаете? Может появиться тоже в Херсоне где-нибудь, и всё, и опять битва будет, сломается. Давайте, ладно, построим. А на сколько там будет по очкам? 1250. Чёрт, это я вообще не учёл. Авиабаза сломанная нафиг. Самолёты даже не чувствуются. Пускай даже у нас проблемы по авиации. Самолётов мало, слабее, но хотя бы они что-то бы делали. Но сейчас же они ничего не делают, по сути, потому что мест нету. Авиабаза, она поломанная. Так, ладно, стоим пока здесь. Всё сюда вот тоже атакуют, но держимся нормально. Красный холмочек нет. Киев! Чёрт! Последний рубеж срочно. И быстро бежим туда. Вы тоже. Только вот так вот. Быстро, быстро, быстро. В итоге здесь пробили. Ладно. Там пока держимся. Пытаемся отбить белую церковь. Скорее. Давай, давай, давай. Этих удерживаем. Отбей. Есть. Фух. Хорош. Всё, сейчас тут. Стойте. А вы все сюда утопаете. Стали. Молодцы. Ну, это, конечно, напряженно. Так, давайте, кстати, сейчас поставим расходы тотальной войны. А, у нас... Чёрт, я их вообще не поставил. Забыл я. А, а тут не хватает. Я политку-то потратил на налоги. Давайте тогда огромные военные расходы. Пускай так. Вот. И сейчас должно производство, конечно, улучшиться. Но у нас три военных завода, а стали не хватает. Не прямо сильно не хватает. Но производство, конечно, хромает. Ладно. Так. Тут красное. Топай сюда, топай сюда. Если чё, последний рубеж я могу опять прожать. Дивизии здесь всего лишь девять, поэтому недорого стоит прожимать. Ещё удобно так создавать дивизии с небольшой армией, чтобы постоянно им прожимать. Навык генерала. Ну, постоянно их переводить туда-сюда. Это такое в обороне очень сильно помогает. Жить. Только здесь чё-то как-то... Блин. Надеюсь, нас не пробьют. Ух ты, чёрт, тут никого нет. Становись быстрее. Ха. Отвлекли их так. Чё-то, конечно, не очень сильно. Так, ладно. Здесь нас вообще не трогают, на самом деле. Я бы вообще просто пока что бы отвёл отсюда войска. Поставил бы их вот сюда. Давай так вот сделаем. Потому что здесь никого нету, мы там просто проставим сейчас. А сюда вот можно поставить. Давай, давай, давай. А то как-то столько дивизий, а колбочки красные. Ну, ужас какой-то. Чё происходит? Надеюсь, нас не выбьет сейчас. А то придётся опять сражаться и отбивать её. Чё, такая провинция проклятая. Чёрт. Отбиваем. Быстро. И тут тоже. Кстати, здесь могут, блин, нас выбить. Так, на Киев идём тогда. Быстро на Киев. А вы встаньте вот сюда. Выбивают здесь тоже нас. Чёрт. Быстро идём вот так. Теперь. Давай, давай, давай. Устать. Какой молодец, успел. Всё, здесь стоим. Сейчас одна тифка вообще стоит. Вы передвигайтесь сюда скорее. Ты сюда давай. Болгария вступает в ЕС. Молодец какой. Так, а ты? Пехоточка. Давай-ка тоже на север. Здесь нормально. Они вообще, кстати, даже не подходят. Что-то стоят, смотрят. А тут вообще полная жесть происходит. Так. По укрепам. А, подожди, авиабаза достроенная? А, я ж... Блин, я одну построил и... А, вон в чём проблема, смотрите. Они её глушат бомбардировщиками. Полностью сломали её. Ну, может мы её будем просто быстро чинить? А не ломать будет, мы будем чинить. Просто мы не можем бомбардировщики ловить без авиации. Кстати, у нас... Она куда-то улетела или пропала? У нас авиация пропала. У нас заняли единственную авиабазу и забрали все наши самолеты, которые были. И это всё, что у нас сейчас осталось. Прикольно, да? Очень. Так, ладно. Ставим тогда вот эти самолеты. Так, эти многоцелевые истребители пускай работают как истребители. А вот эти как штурмовики ударные. Поддержка с воздухом. То и можно приказать делать одно и то же, но лучше их, конечно, разграничить. Вот. Сюда, конечно, можно ещё поставить. Но опять её захватят, заберут наш самолёт. Не-не-не, не надо. Лучше сейчас здесь вот построим ещё авиабазу. Побольше уровень, чтобы её дольше ломали. А по укрепам тут, конечно, желательно до двушки поднять. Да и здесь их тоже немножко построить. А то, смотри, сейчас сюда вот атакуют. Лишним точно не будет. Но пока что авиабаза. Кстати, насчёт националистов. Я ведь хотел здесь эту альтернативную нашу компанию сделать. Альтернативной. То есть, выходить не про-украинскую партию. Ну, про-российскую уже явно не выявили. Хотя, прикольно было бы. Выйдем в национальный ревизионизм. Чтобы этот фокус взять, нужно, чтобы наша стабильность была выше 60% режима на Украине. То есть, 60% оно должно находиться вот здесь. Сейчас 40, должно быть 60. И тогда сможем выйти сюда, вроде как. Если выйти не получится. Хотя здесь одно условие вот только требуется. Это ж невзаимосключающие фокусы. Можно выйти сюда, потом пройтись, выйти сюда. Я так понимаю. Если не получится, тогда я просто возьму это щитом. Потому что, ну, смысл идти по этой ветке, мы уже её прошли. Ну, и в прошлой компании. Да, в принципе, мы её закрыли уже. Поэтому выйду сюда в любом случае, любым способом. И пойдём по альтернативному пути, находясь в Европейском нафиг Союзе. Да. Тут, кстати, если вы очень сильно захотите, и просмотры позволят это сделать, то я могу выйти в, например, какой-то другой путь. Посмотрим, как вам зайдёт то, что сейчас я делаю. И тогда уже примем решение. Я планирую немного серий делать. Но если прям зайдёт, тогда чё по нет, можем поиграть подольше. Тут реализовать ещё кучу всего. А тут, на самом деле, просторов много, как вы уже поняли. Но пока что с вами я попрощаюсь. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моды на русском языке нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все уведомления, что вы уже не просмотрят новое видео. Просто общайтесь на нашей серии в дискорде, в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро. Спасибо большое за просмотр. До встречи.